Это не пушка, это балласт, если захочешь летать один, но с таким планером летать одному. Пошла жара. Здравствуйте, кубок уважаемые любители ледных видов спорта. Сегодня у нас полет радости. Почему? Потому что мы купили слинзби. Вот смотрите, вот это вот чудо, вот этот прекрасный планер, только не модельку мы купили, а самый что ни на есть настоящий слинзби. Планер, о котором я долго-долго-долго мечтал, о котором мечтал Макс, о котором мечтал мой друг Бенас. Литовцы всегда были далеко от власти и всегда хулиганили. Ребята, мы купили слинзби. Вот он. Красавчик. Оригинал. С оригинальной по-караськи. Все надписи. Все. Дерево звучит. Все работает. Но не хватает. Не хватает приборов. Там пару мелочей. Но все есть. Вот кабина. Ручки управления. Это свершилось. Вот эта потрясающая машинка. Сейчас, прямо сейчас, я это терпел, не говорил. Хотя уже знали, что вроде как его купили. Сейчас он едет на паром из Швеции, на паром на Балтийском море. И сегодня ночью будет идти морем в сторону Битвы. И там заживет в нашем уже, наверное, клубе исторических планиров. Я думал, пора такое организовывать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это «Съешь лимон» называется. Ой. Совершенно потрясающая новость. Я решил записать сейчас такое коротенькое видео. И просто-просто поделиться радостью. Потому что такое случается редко. И, наверное, самое главное, что покупка такого планера – это сечение такого огромного количества обстоятельств. Это огромное везение. И, я не знаю, вот получаются какие-то чудеса. Мой друг Сергей отважно набирает высоту. Ну-ка, посмотри в камеру. Что ты можешь сказать? Прекрасная погода. Прекрасные полеты. Огонь. Сергей, огромное спасибо за то, что помог мне такой же деревянный планер, только маленький. Ну, в смысле, одноместный. Дотащить так, чтобы его потом можно было привезти в Литву. Я еду на соревнования ретро-планиров. Они начнутся 13 мая. На своем планере SF-27B, который помог мне купить Benos. Ну, то есть, все. Вот мы обросли историческими планерами. Не вот этим стеклопластиком, на котором летать скучно, а настоящими такими. Ух! При этом могу сказать коротко о характеристиках этого планера. Значит, что в нем такого особенного? Это летающая лодочка. Причем, вы видите, что фюзеляж выглядит как лодочка. И так же везет себя этот планер в небе. Сам я на таком планере еще ни разу не летал. Но летала моя жена. Когда мы купили планер «Ты Настер первый» под Берлином. В клубе был Слинзби. И Наташе предложили слетать. А когда она приземлилась, она сказала, у меня была такая огромная улыбка. Я спрашиваю, ну как? Она говорит, ну это как на лодочке. Ты вот как будто ты не по небу плывешь, как по озеру на лодочке. Такой легкий ветерочек. Все прекрасно, все красиво. Сереж, вперед пробейся. Вон у тебя впереди облака. У нас сдуло за шабр. Хорошо. Мне очень захотелось полетать на Слинзби. Но, к сожалению, было мало времени. И мне тем более хотелось полетать на «Твинастере» с лепетки. То есть вот только купили планер, на котором потом было сделано много красивых полетов. Я не скажу, что зародилась тогда мечта что-то такое иметь. Потому что мне казалось, тогда это идиотизм. Зачем нужна вот такая вот там многолетняя рухлядь, которая летает как-то хуже, чем современный планер? Вот зачем вот эта штука нужна? То есть я этого не понимал искренне. До осени прошлого года, когда я попал в гости к Беносу, и он дал мне полетать на Жогосе на планере. Потом на Груман Бэйби. Босиком по небесам, я летаю в небесам. Груман Бэйби 2. Учебный планер Люфтваффе. Неужели жарику дадут полетать? Может за винт толкнуть так? Трррр! О! Ура! Волнуюсь я. Ой, облака. Ой! Там за облаками, там, там, тарам. Бэйби, как ты в потоке? Ну представим, что вы тут термик. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Она крутится вокруг, вокруг своей мысли. Скорость 80, много. Высота 200, нормально. Посильнее разворотик попробуем. Восторг это даже не то слово. Я еще хочу. Я хочу еще. Ух ты ж ее. Как все быстро. Ого-го-го-го-го-го. Вау! Ноги выше головы, как на ракете, друзья. Вообще управляемость бешеная совершенно. Я лечу рядом с деревьями. Как на параплане. Уже качество неплохое у него, аэродинамическое. Как я неплохо попал-то? Огняненькая какая посадочка. Он офигенный. Хочу еще. Лехали. Оп. Планер-анархист. Делать петли, штопор. Нифига себе. Вот эта штука может сделать петлю? Да. Все как я люблю. И я влюбился совершенно в эти исторические планера, потому что это совершенно другое. Это потрясающее чувство полета на низких скоростях. Я не знаю, мне очень сложно объяснить. Но вот представляете, человеку, который... Давай-ка мы покажем, на что принцесса способна. Я взял ручку. Ну вот смотрите, принцесса вот сейчас летит 120. Да, и вот высота до склона, ну сколько... Ну поделичная. А теперь мы, смотрите, переходим на скорость 250 км в час. Скорость совсем другая. Несемся на этих 250. Раз. Вверх. И вращаем мир вокруг. То есть от этого, конечно, планера своеобразный и восхитительный кайф. Он может делать совершенно чудовищные вещи. Но! Невзирая на это, и он может, конечно, летать с качеством 50. Это тоже кайф, потому что мы можем сейчас под любые облака на горизонте слетать и вернуться назад без всяких проблем. Можем долететь до любого потока и взять его. То есть у нас вот это вот качество, радиодинамическое это совершенство, дает некое чувство свободы. Все, забирай. Закрыл 1,4, я тебе не ставлю. И вы, конечно, скажете, Волков, зачем тебе вот это? Это же вот так не сможет. Друзья, это так не сможет, но оно может по-другому. И вот это по-другому дает такие чувства, эмоции, что хочется летать на исторических планерах. То есть мне этого очень хочется. Я, ну, вот так получилось. И поэтому я немножко хочу рассказать про Слинсби, чем он уникален. Во-первых, это планер с посадкой рядышком. Ну, здесь уже отломали одну штучку, один козыречек. Сидит два пилота рядом, вот в этой лодочке. У него очень низкая удельная нагрузка. Это огромное крыло, размахом 16,5 метров и площадью 22 квадратных метра. Этот планер, на котором мы сейчас летаем, я уж не помню, то ли 12, то ли 14. Ну, что-то вот существенно, существенно меньше. 22 метра, это уже, можно сказать, параплан. Такой бывает. И на таком уже даже параплане вдвоем можно летать очень быстро. Акробатический какой-нибудь. Поэтому планер этот летает очень медленно. У него максимальное динамическое качество 21 на скорости 69 километров в час. Представляете, вот как плывет по небу эта штука. А минимальная скорость у него, километров, наверное, 50. Там написано, минимальная скорость снижения 0,9 где-то метров в секунду. То есть он меньше метров в секунду снижается. Ну, как параплан. То есть такой большой, сможет вот так вот поворачивать красиво, по небу вращаться. То есть я жду, не дождусь, когда я в лету попаду и на этой штуке полетаю. Но главное, чтобы ребята сейчас его хорошо довезли. При этом вот этот деревянный планер весит 270 килограммов. То есть вот сейчас наш, пустой, если мы его взвесим, вот мы вышли из этого планера, осталось оборудование и так далее. Но вот пустой. 600. А там 200, то есть два раза больше. И нагрузка здесь. Вот это такая лодочка. Минус, конечно, что любого ветра такая штука уже начинает бояться. То есть на ней паршруты, конечно, не полетаешь так, чтобы набрать, куда-то улететь, далеко вернуться. Но она и не для этого нужна была сделана. Она сделана для того, чтобы на поле учить там полету по кругу новичков и парить в таких, может быть, каких-то более-менее сильных потоках. Тоже вполне на нем можно. Я с качеством 21, это более чем реально. Если парили на планерах каких-нибудь там А2, вполне себе набирали высоту и могли парить. На этой штуке так уж точно. Конструкция планера интересная. За основу взято многое от Груман Бэйби немецкого планера, на который Синсби компания имела до войны еще разрешение на производство. Поэтому весь там набор этого планера деревянный он немножечко такой, ну, по сути, повторяет можно сказать увеличенное Груман Бэйби. А Груман Бэйби тоже очень волшебный планер. Поэтому я на него уже летал. Я представляю, я могу немножко экстраполировать вот это вот ощущение и готовлюсь наверное к чуду. Как теперь, наверное, вы хотите все услышать, как так все получилось. Это чудо, друзья. Вот все, что происходит часто, это какие-то, не знаю, в мире куча таких вот зацепочек, ниточек, соприкосновений. Мне сложно объяснить, но могу сказать только одно. Если я что-то захочу, вот бывает так вот, хочу. Не вот пошло, хочу, а вот есть настоящая чистая хрустальная мечта. Помните, как у Остапа Бендера была это вот Рио-де-Жадейро? У нас примерно то же самое, только чище. Я когда-то просто мечтал летать и начал летать. Потом мечтал о планеризме, начал летать. Потом мечтал купить планер прекрасный, вот такой, как это, тоже получилось. И с вот этим планером получилось смешно. Мы поехали, я уже тогда интересовался вот этими старинными планерами благодаря Бенусу. и, естественно, выставка в СР Копе, на которой мы часто ездили, она оказалась таким желанным местом. И я хотел показать ее своему сыну, Максу. Ну, это была экспедиция, то есть он всю ночь, много дней про это говорил. Он как, вот, помните, в том мультике про Шрека? А сейчас не приехали, а еще не приехали. Макс, бывают мечты попасть в музей? Да. А ты хотел? Да. Только что мы купили три игрушечных, ну, три модели планера очень красивых. И сейчас мы ходим, пока можем вам показать немножко еще вот историю. Есть один мужчина, он делает эти копии планеров, продает их как раз в СР Копе. Делает прекрасно, это из Бальза, очень красиво покрашено, очень качественная моделька, там один к одному, все. Так вот, Максу я привез АСК-21 модельку, он ее сживал, то есть он был маленький тогда, и просто вот зубами эту Бальзу сживал, и потом очень переживал, что так получилось, сказал, папа, я никогда больше так не буду делать. И мы поехали, и он увидел этот Слинзби в магазине, говорит, папа, я хочу такой. Макс, это двухместный планер, очень такой серьезный, папа, я хочу такой, а такой большой бывает, а давай посмотрим, в музее. И мы в музее бегали, прыгали, смотрели все, и Макс спрашивал, папа, а где Слинзби? папа, а где Слинзби? Я казал, что Слинзби нету в Астер-Куповском музее, и я как-то говорил, ну, Макс, если тебе так нравится, мы вот попросим, придумаем что-нибудь, может быть, такой купим, потому что идея стать обладателем такого планера уже была, но они очень дорогие, очень редкие, их тяжело достать. И когда я сказал, вот, может, купим, Макс на меня посылал, папа, тебя за язык никто не тянул. Есть даже видео, я кусочек вставлю, прямо один к одному. Слинзби мы с тобой купим, настоящий. Папа, папа. Да, Максим. Да нет, здесь, слушай. Меня за язык тянул? А, что мы купим Слинзби? Молодец, Макс, зачет. Макс, ну, по Слинзби папе это одна мечта. Я засмеялся сразу, позвонил Бенусу, Бенус говорю, представляешь, такая штука, он говорит, а что? А давай, говорит, напишем сейчас в клуб старинных планиров, есть ассоциация такая большая, которая ежегодные слеты проводит, давай напишем, что мы хотим, может быть, вдруг кому-то уже не нужно, еще чего-нибудь. И он написал, и представляете, вот, совпадение чудес, ну, мы даже нашли какой-то в Слинзби, пытались его купить, не получилось, а потом нам написал, написали друзья из Швеции, и говорят, да, есть три человека, которые владеют в Слинзби, к сожалению, уже из-за разных сложностей не могут на нем летать, так как летали раньше, и да, готовы передать в хорошие руки, то есть не задача прям продать, а вот если вы хорошие люди, то, наверное, да. И дальше надо было показать, что вы хорошие люди, ну, а что показывать? Я, у меня фильмы на канале, то есть, я так понимаю, что хорошие люди посмотрели фильмы про нас с Бенусом на канале, поняли, что два таких, как здесь, баньяка точно, фаната, что-то хорошее с этой техникой сделают, и я даже сумму не буду называть, это неприличная сумма, она настолько неприлично низкая, что язык не поворачивается назвать. В общем, я бы сказал так, подарили там, почти, вот, и там основные расходы на дорогу будут. И ребята поехали на паром, на пароме, вот сейчас в прицеп все загрузили, едут назад. Эй, Скресет, повесит. Он как трогает. Не оропрятается? И чем ты прятаешь? Ну как, пенька дашь, мщай дашь. А я летаю по небу и преобрадуюсь вот этой ситуации. Вы можете посмотреть на счастливого человека. Так-то я обычно тоже не грустный, но сейчас я вот прям вот в полном восторге. Чем мы будем его запускать? Он легкий, то есть он получается взлетный вес, его будет 600, где-то 500 чем-то килограмм с двумя пассажирами. И, соответственно, лебедка, которую мы сейчас делаем с Денисом и с Кириллом, только лебедка уже планерная, она позволит затягивать такой планер на электричестве, на солнечной энергии. Со системы возврата троса возвращать трос вниз. А у этого планера он создавался по буксировку. Перегрузка 7,5 рабочая. То есть там некоторые говорят, вот что там, вот планер, вот он столько лет, развалится. Друзья, 7,5 G. Перегрузка положительная. То есть его можно буксировать. Ему не нужно слишком много тяги, он легкий. У него низкая скорость. То есть он за счет вот этого всего будет буксироваться просто только в путь. То есть на нем можно будет кататься, растягивая трос по полю. Лебедка электрическая, про которую вы видели ролики, на которой мы уже здесь полетали. Сможет работать с мотчиком. То есть у нас все есть. Все есть для чуда. И мы будем делать сборы обязательно в Литве. С подстаринных планеров. По всему миру будем пытаться делать такие же сборы. Потому что у нас есть нежная, красивая, хорошая лебедка. Ну, будет. Ну что, у нас все готово. Ну, фактически уже есть. Для того, чтобы все это нежное затягивать в лебо с легким тросом. То есть мы, я попробую, я уже много раз делал, ну, не сказать, что революцию. Но сначала мы сделали вот эти лебедки, которые ступенчатую боксировку позволяли делать. Ну, с возвратом, потом ступенчатую, для того, чтобы можно было бы больше высоты набирать. И это все, вот сейчас сложившись, дает тоже новую технологию боксировки для планировки. Волшебно, но с этой технологией можно жить. И главное, что штиль, полный штиль. И это прекрасно, потому что это прогресс, мир движется вперед. И я счастлив. Я еще счастлив к тому, что у меня есть такие восхитительные, замечательные друзья. Что у меня вселенная, мир сводит с людьми потрясающими, у которых глаза горят. Ну, может быть, да, подобное тянется к подобному. Но я счастлив, что они есть. Я с ними встретился, и мы будем творить чудеса. Вот. На этой оптимистичной ноте хочешь пошалить чуть-чуть? Капельку? Нет, не хочу. Не хочет? Не хочет шалить. Уже нашалился. Нашалился, ладно. Друзья, тогда... Ну, должно быть хоть какой-то минус. Вот, не дают шалить. Спасибо, что смотрите канал. Кто хочет поучаствовать в процессе восстановления вот таких планиров. То есть мы сейчас будем их приводить в порядок, доводить до идеального состояния. Ну, и потом организовать на них полеты. Кто может поучаствовать ресурсами какими-то. Начиная с того, что кто-то хочет приехать помочь, полировать обшивку, красить, пилить. Кто-то может какие-то, не знаю, финансы. У нас там патреоны есть, всякие так далее. Там под ссылком все в описании лежит. То есть это... Я всегда ценю такую помощь, потому что, ну, с одной стороны, делаешь видео, вкладываешь в это достаточно много времени, труда, сил. Естественно, это делается не ради денег. Так, начало было, может быть, мне хотелось, чтобы побольше людей узнало о планиризме. А сейчас мне кажется, что это уже какая-то, ну, канал, это, не знаю, семья своеобразная. То есть ты смотришь, как люди смотрят, радуются, это заряжает оптимизмом. Именно это, наверное, сейчас больше всего стимулирует продолжать. То есть показывать, как красиво вокруг, чтобы люди тянулись к этому. Или просто могли заглянуть через окошко в красивый, замечательный мир, который на планете Земля. Действительно здесь хороший. И в мире очень хороших много людей. И... Это я вам точно говорю. До новых встреч, главвоковажаемые любители ледных видов спорта. До новых позитивных роликов. Быть домой. Какой-то бомбой. А контент? А контент огонь. И огонь. До новых встреч, друзья. Поге-гей. Храните свою историю. Пога-гей. Пога-гей. Продолжение следует...